Приветствую вас, с вами Артем Летушев и в этом видео я хочу вам поведать свою историю, я знаю, возникновения, появления в интернет-заработках, в интернет-бизнесе. Итак, на самом деле, все у меня было гладко, хорошо, наверное. Давайте начнем немножечко сначала. В 18 лет я решил уйти от родителей, чтобы жить самостоятельно. Ну, просто было у меня такое желание, хотел я себя попробовать, может быть, неплохая митца молодого человека, да? Вот, соответственно, ухожу я от родителей, в то же время заканчиваю непосредственно, получается, сигнализация какая-то. Вот, заканчиваю я школу и начинаю поступать в УЗ. УЗ я поступаю платный, потому что в моем городе бесплатных почти нет, ну, один возможный. Вот, поступаю в платный УЗ, и за него нужно платить деньги. И за то, что я хочу жить один, нужно платить деньги. Поэтому я устраиваюсь на работу в угольный порт. Чуть ниже до одного видео вы можете посмотреть фотки, какая очаровашка, и что там была за работа. На самом деле, здесь там была очень жесткая работа. То есть, ты все время находишься зимой и летом в робе, да? Даже к 30 градусу ты в такой достаточно тяжелой рабочей форме и потеешь, я извиняюсь. Все, вся эта угольная пыль прилипает на твое тело. Она везде, в глаза, в носу, в ли, вот, просто в ушах, в городе, до отхарки вышибла постоянно черная пыль. У тебя на пиздец, я тратил иногда минут 20, чтобы отмыться от всего этого. И, соответственно, в это же время я работаю еще, там, хожу, устанавливаю всякие порционные системы на компьютеры, еще работаю, подрабатываю менеджером, то есть, работаю на трех работах. И еще я учусь очно, то есть, на юмном отделении вузов. Вот, получается, деньги эти нужны были для того, чтобы за все это платить. Ну, и тогда я начинаю исследовать, как раз, вот, интернет-заработок. А почему я пошел на такую грязную, непругаданную работу? Чтобы зарабатывать много денег, потому что там платили достаточно плохо на то время. Я начинаю осваивать интернет-заработок. Поначалу я попадаю во все возможные ловушки, косяки, всякие обманы, переведи туда деньги, на обменниках теряйте по деньги. Пытаюсь организовать инфобизнес, и не все это гладко, потому что никто меня не знает, никому я не нужен. Живу я в маленьком городе, помощи ни от кого ждать не приходится. Вот, сливаются деньги десятками тысяч в месяц на пошивки, на пробы, потому что в то время, когда я начинал 6 лет назад, ничего такого крутого, какие-то курсы пошаговые, видеоуроки. Это было не модно. Пожалуйста, текст, еще какая-нибудь глобуда. Я помню до сих пор всякие говнопакеты, которые я покупал популярных авторов. Там просто ужас был. Вот, и ничего не получается. Я не сдаюсь, потому что я действительно понимаю, что вот это мое. Я хочу работать так, чтобы не зависеть от того места, где я работаю. Мне действительно интересно, нравится работать в интернете. Много всего другого. И я чувствую, что это мое. В то же время я начинаю изучать огромное количество всего. То есть, то, что вы, наверное, даже кто-то, возможно, знает, кто-то, нет. Начинаю изучать HTML, начинаю изучать дизайн, я начинаю изучать PHP, я начинаю изучать системное администрирование, помимо прочего, как создавать информационные продукты, как запускать, копирайтинг, маркетинг, продажи. И все это в одно время. И я 2-3 года почти ничего не зарабатывал. Потому что я все инвестировал в знания, я все инвестировал в то, чтобы научиться, скупал курсы, тренинги. И в конечном итоге, когда я начал зарабатывать, я понял, что 80% той информации, которую я изучал, она мне не нужна. Она мне денег не приносит. Было немножко обидно, но это мой опыт, я рад ему. Я пытаюсь из него какие-то положительные эмоции выносить, положительные вещи, потому что теперь я разбираюсь во многих вопросах и могу контролировать и сотрудников, и даже если я работаю с фрилансерами. Ну что ж, в то время как раз начинаются первые попытки, первые продажи. Помню, когда я заработал, точнее, первый заказ на мой диск, как я был счастлив, как я его упаковывал сам. Я сам печатал диски, я сам их упаковывал, я сам их отправлял. Да, это было славное время. Я помню, я этот первый диск отправлял, когда эти первые 3000 пришло. Это было, ну, это действительно было классно. Вот. В то время я уже живу со своей супругой несколько лет. Соответственно, все мои друзья, знакомые, ну, подкалывают меня, что я занимаюсь фигней, каким-то бредом, разводом людей, что-то в этом роде, что это все бред, это не работает. Вот. И я помню, когда я начинаю, первые продажи свои на 30 тысяч, я помню, прям с гордостью принес эти деньги. Я помню свои первые продажи на 100 тысяч рублей, когда я так много дисков отправлял, что я не спал в ночь, печатал их, обрезал, сам собирал, паковал, там, в защитную пленку, потом подписывал все на конвертах сам и отправлял все это. Это было классно, хотя я немного зарабатывал. Потом в то же время я встречаю человека одного, Антона Дельников, который становится последующим моим партнером на какое-то время. Вместе с ним строим бизнес. И я могу сказать, мы наступили на все возможные гравли. То есть мы все делали сами, мы косячили, мы... То есть у меня нет истории Золушки, которая за один год вышла к миллиону. Простите, ее тупо нет. И до сих пор я косячу. И до сих пор совершаю ошибки. Но тогда это были прям фатальные ошибки. Я помню, как первый раз упал там на сервис один. И я из-за этого мои продажи на 300 тысяч прогорели. Потом второй раз он упал, то же самое. Прогорели как-нибудь. Было больно и обидно. Я помню, когда мы делаем совместный проект, мы привлекаем достаточно много подписчиков. У нас учатся люди, хорошие отзывы. Многие восхищаются, как вы. Мы первые, кто вообще начал строить бизнес исключительно через скайп. Мы с моим партнером строили бизнес через скайп, потому что он жил в Барнауле. Я жил в Баркеральнице за три часа времени. И там трех тысяч километров. Это тоже уникальность, который... Опыт, который у них бесценный. Я им горжусь. И я благодарен ему. Я помню, как на нас вышел... Возможно, вы увидели отзыв Алексея Яновского. Человек говорит, здравствуйте, я добрый миллионер. Ребята, я хочу выйти в интернет. Помогите мне. Я вижу, вы и вы. Как бы у вас есть потенциал. И у нас несколько совместных проектов. Мы становимся друзьями. Мы много общаемся. Это было им тоже очень приятно. Тоже хороший опыт. То есть, по сути, меня, моего партнера в интернете сам нашел добрый миллионер занятий. Просто мечта. Это из разряда секрета. Это было действительно очень классно. Спустя какое-то время мы продолжаем строить бизнес. Ну, то есть, там все так достаточно поступательно. Что примечательно. Мне никто не помогал. Мне никто никогда не пиарил. Никто меня не промотивировал. Никто меня не учил так, чтобы я заработал миллионы. Это все сам. То есть, в этом и минус, чтобы все было так долго. Но в этом и плюс. Я теперь полностью рассчитываю только на самого себя. У нас, соответственно, самобытный модель бизнеса моего, который я строю не один. И это закалило. То есть, я к чему-то говорю. Потому что весь мой путь. Это не было так, что у меня не получалось. И потом получилось, и я начал зарабатывать. Нет, ни хрена. Мне не получалось, не получалось, не получалось, не получалось, не получалось. И потом чуть-чуть получалось, много не получалось. И потихонечку вот это не получалось, уменьшалось, но она остается до сих пор. Я до сих пор делаю ошибки в своем бизнесе. И это не говорит о том, что я плохой эксперт, это говорит о том, что я расту. Я каждый раз пытаюсь выйти на новый уровень, каждый раз пытаюсь выйти на новый уровень, чтобы получить что-то больше, больше знаний, больше возможностей, больше того, что я могу сделать. И, соответственно, спустя какое-то время я могу сказать, что я горд тем, что я отличный парень с провинциального городка Выборг. Я знаю всех инфибизнесменов, русскоговорящих. Это либо мои знакомые, либо мои партнеры, либо мои друзья. Я это сделал сам. И этим я горжусь. Я горжусь много чем, но, опять же, это не какое-то такое, что я такой классный. Нет. Гордость – это когда ты сам добиваешься этого. И я лишь в своей истории пытаюсь вам сказать, что будет не получаться. Будет не получаться. У меня до сих пор не получается. Но главное – не сдаваться. Вот. И, опять же, к чему все пришло? То есть, что сейчас есть? То есть, какие вот на момент в записи видео есть результаты? То есть, есть 220 тысяч читателей, есть тренинг-центр, есть 20 сотрудников, которые работают постоянно, есть два сервиса, которые я там придумал и написали для меня. Есть одна книга уже вышла, несколько книг готовятся к изданию. Я выступаю на телеканалах Первый, Россия, РЕН-ТВ, ТВ-3, выступаю на радио, публикую журналы, такие как Самополитен, Максим, в серьезных бизнесовых журналах, Профиль, Вестник и так далее. То есть, в газетах мои статьи выходят. Я считаю неплохой результат. Я им горд, потому что я все прошел с самого нуля и до самого конца. И, возможно, это я вам говорю, потому что я хочу, чтобы вы видели, что я практик, и что я ошибался, и что я понимаю вас, что у вас тоже будет все в жизни не сладко. И, вы знаете, были моменты, когда я только начинал работать и снимал квартиру, работал на двух работах и все деньги спускал в интернет. Тогда я еще жил один, я помню, снимал комнату, и вы знаете, у меня не было холодильника. И я продукты вкладывал на подоконник, потому что тогда был декабрь, и это единственный был мой холодильник. И в то время я ел только брук, колбаску и соусом все проливал и записывал чаем. То есть, были разные времена. Были времена, когда не было денег, когда я ходил в магазин и действительно выбирал что-то подешевле. Были времена, когда я задумался, какие вещи себе покупаю, а можно ли подешевле, когда я ездил по скидкам. То есть, все это было, но спустя какое-то время я пришел, я не сдался. Я не сдался, несмотря на неудачи, несмотря на ошибки, несмотря на провалы, потери денег. Часто подводили сотрудники, потому что я не знал, как им обращаться. Меня в школе, это меня учили, мне в институте, я все измучал сам. То есть, ни школа, ни институт, и для того, чтобы зарабатывать эти деньги, мне ничего не дало, кроме того, чтобы уметь читать, писать, говорить немножко. Остальное дальше все развивал сам. И я уверен, что каждый человек абсолютно может достичь того, что он хочет. Будет просто каждый. Поэтому я очень надеюсь, что вы не бросите дело, которое вы только что начали, чтобы будете продолжать идти. Может быть, где-то что-то будет не получаться. Может быть, будет длинно, сложно, проблематично. Хочется будет все бросить. Не бросайте, не останавливайтесь, идите. Потому что, если бы я тогда бросил, возможно, я сейчас до сих пор бы работал в порту. В этом грязном порту. Часть моих знакомых там осталась в друзей. До сих пор работает когда-то, сколько-то лет было, почти 8 лет назад мы вместе туда пришли. Они до сих пор там работают. И там бы мог быть я, если бы я сдался, если бы я не поверил в себя, если бы я не поверил в возможности интернет-заработка, если бы я плакал, переживал за каждую неудачу. Было больно, обидно, но я продолжал идти снова и снова. Поэтому прошу вас тоже не останавливаться, идти, внедрять те знания, которые я даю, которые дает наш тренинг-центр, наша команда, и идти, и не сдаваться. Вот, собственно говоря, вот такая история. Я не знаю, надеюсь, я хоть чуть-чуть вас замотивировал, чуть-чуть снял вот эту вуаль, возможно, того, что у меня все в жизни получалось, и сейчас результаты, которые есть, это просто по умолчанию. Нет, этого нет. Поэтому давайте вместе стараться делать так, чтобы у вас все было классно, и чтобы вы начали зарабатывать в интернете. Потому что я верю, что в принципе в интернете может заработать каждый. Это я пытаюсь донести не только для вас, дорогой зритель, но и для других людей. Поэтому большое вам спасибо за просмотр данного видео. Если что-то хотите, можете оставить в комментарии ниже данного видео, но все равно вам искренне благодарны за то, что вы посмотрели это. Пока-пока. С вами был Артем Редушев.